доброго времени суток мои дорогие подписчики и гости моего канала с вами канал энергия таро это значит что сегодня нас с вами ждет очередной расклад перед тем как мы начнем я прошу поддержать это видео лайком это очень помогает мне в развитии канала также если вы еще не подписались то предлагаю это сделать прямо сейчас нажмите на колокольчик чтобы не пропускать новые видео ссылки на все мои социальные сети а также на мои личные контакты есть под любым видео в описании этого видео спешу сообщить вам о том что у меня есть личные расклады я делаю обряды на финансовое благополучие на любовные взаимоотношения чищу вас ваш организм ставлю защиту и также у меня есть обряды на здоровье на ваше ментальное и физическое здоровье мы также делаем обрядовые свечи из натурального воска своими руками одна из таких обрядовых свечей сейчас появится на ваших экранах это свеча с символом наступающего нового года драконом который привнесет ваш дом благополучие и финансовый успех всего лишь нужно зажечь данную свечу деревянными спичками и весь код принимать в дом финансы и деньги благополучие и удачу ну и конечно же у нас есть два закрытых канала это закрытый канал на пусть на который уже подписано множество наших подписчиков спасибо этим подписчикам за то что они делают наш контент лучше за то что они с нами были практически полгода существования данного ресурса данного контента на пусть а закрытый канал у нас есть также телеграм-канал юрия шатунова юрий шатунов у нас отдельная личность отдельный светлый человечек на котором мы сделали закрытый канал и там такие видео о которых невозможно молчать которые невозможно выставлять здесь на youtube канале и если вы зайдете на данный закрытый канал вы поймете о чем речь ссылка будет где-то здесь сегодня с нами карты черной воды здравствуйте карты и поговорим с вами сегодня не менее светлом ярком человечки звездочки нашей российской эстрады это жанна фриске которая ушла слишком рано в 40 лет интересно что головные боли стали атаковать жанную тогда когда она родила ребенка своего единственного сына платона глиобластома неоперабельно опухоль головного мозга констатировали врачи почему же именно после рождения ребенка как это связано или возможно это всего лишь случайное совпадение почему для далеко не бедной жанны семья собирала деньги с обычных людей и фондов присвоив себе часть суммы на операцию собирала деньги да и я имею ввиду и как в действительности дмитрий шепелев относился к жанне на сегодня три фигуранты этого расклада жанна фриске дмитрий шепелев владимир копылов это отец жанны для начала мы рассмотрим конечно же жанну фриске посмотрим ее характеристику личности что велась причина того почему жанна заболела и так далее там будет множество вопросов дополняйте вопросы которые вам интересны в комментариях я жду от вас обратной связи и так жанна фриске характеристика личности этого человека что это был за человека каким я видел этот мир и вселенная покажите нам пожалуйста характеристику личности жанны фриске что это была за женщина характеристика личности жанны фриске покажите нам пожалуйста карты характеристику личности характеристику личности жанны фриске карта влюбленные вот карта влюбленные В данной колоде я её не очень люблю Она такая неправильная, понимаете Неправильная любовь Неправильная любовь, а именно неправильная Однополая любовь Интересно очень Здесь женщина, которая любит женщину Я не зря скрыла Грудь у обоих персонажей Потому что здесь не мужчина с женщиной А женщина с женщиной Здесь что-то неправильное Было в жанре Либо ориентации Вы уж меня простите За такие намеки о человеке, давно ушедшем, либо ориентации, либо какие-то неправильные мысли по поводу этого мироздания, этого мира, либо здесь было что-то неправильное в ней с самого детства. Возможно, заключенные тёмные договоры, обычно карта влюблённая из колоды чёрной воды выпадает на человека, за которого заключили тёмный договор родители, кто-то выше этого человека. То есть ребёнок самостоятельно не мог заключить тёмный договор, будучи ребёнком, но за него могли до его совершеннолетия, а точнее до 12 лет, 12 лет – это совершеннолетие в мире тёмных, если у нас 18 лет – это совершеннолетие, то в мире тёмных, в мире дьяволов, инкубов – это 12 лет. И ребёнок до 12 лет не может решить самостоятельно, принять каких-то самостоятельных решений. Так вот здесь, скорее всего, заключение какого-то пакта, какого-то договора тёмного с высшестоящими силами, не низшестоящими силами, скорее всего, от родителей. То есть что-то было в ней неправильное уже с детства, и это неправильное касалось её души, вот именно её какого-то ментального происхождения, скажем так. Здесь у нас змея обвивает дерево, здесь у нас грех, грех Адама и Ева, казалось бы, но здесь две девушки у нас изображены на карте, опять-таки, да, которые хотят совокупиться и которые хотят поцеловаться. Но здесь карту влюблённые я не очень люблю в этой колоде. И здесь над ними ангел Амур летает, чтобы выстрелить в них и связать с их узами брака и любви. Здесь либо ориентация была не та, да, и Дмитрий Шепелёв это был лишь человеком под прикрытием, скажем так, да, уж извините, либо тут был заключён договор действительно людьми вышестоящими, то есть родителями за ребёнка, и ребёнок с самого детства был какой-то неправильный. Если наши дети растут в правильной среде, наши дети растут, выбирают себе сами профессию, то здесь профессия была выбрана за человека изначально. Вот такая вот характеристика личности. Что могу сказать конкретно по характеристике личности? Это мягкость, это чувственность. Влюблённые – это чувства, это эмоции, это воздух или вода, по знаку зодиака, да, это человек, который может прийти на выручку, на помощь, это человек, который не обделён добротой, да, умом, но его очень легко обмануть, его очень легко обмануть и окрутить вокруг пальца. Вот таким человеком была Жанна Фриске. Это характеристика личности. Второй вопрос. Что явилось причиной того, что Жанна заболела раком? Давайте посмотрим. Что явилось причиной того, что Жанна заболела раком? И был ли это вообще рак, мы потом узнаем, да, в третьем вопросе. Карты. Что явилось причиной того, что Жанна Фриске заболела раком? Что явилось причиной того, что Жанна Фриске заболела раком? Семья, да. Из семьи перешла тяжело во что-то новое. Я же говорю, что-то вот тут подписали рукой. Подписала рукой семья. Я же говорю, муж и жена, семья. Подписали что-то рукой. И ребенок сразу стал, испожав победителя, ушел. Сейчас я расскажу, друзья мои, что это значит. Да, действительно, здесь было подписание темного договора людьми вышестоящими, когда Жанна еще была маленькой девочкой. Семья. Моя семья, моя крепость, хочется сказать. Да, и здесь муж и жена изображены, которые ждут ребенка, возможно, да, у которых еще нет детей. Люди, пообещавшие что-то высшим силам, пообещали они своего ребенка, да, чтобы ребенок, Паш Мечей, вот Паш Мечей – это ребенок. Ребенок, который, я же говорю, воздушного, либо водного знака зодиака была, Жанна, да. Я не могу сказать, к сожалению, не смотрела. Напишите мне в комментариях, если вы знаете, какого она знака зодиака. Вот тут воздух, либо вода. Так вот, ребенок, когда рождается, у него есть какие-то определенные способности. У Жанны эти способности, эти задатки были. Способности шли сверху, да, по судьбе ей. Карта справедливости, карта по судьбе, да. По судьбе у него были какие-то способности. И эти способности родители хотели развить. И подписали что-то собственноручно своей рукой. Что-то подписать своей рукой. Туз Жезлов здесь говорит именно об этом. Подписать какие-то договора, чтобы ребенок стал победителем. Шестерка Жезлов – это победитель по жизни. Чтобы она стала победителем по жизни, по справедливости, да. Но после подписания ей было тяжело. После подписания темного договора, особенно если подписывают родители, ребенок всегда, ребенок, подросток всегда проходит через какие-то трудности, да. По десятке это переход в новую жизнь. Через какие-то трудности, когда люди подписывают темный договор за своего ребенка. Но зато ребенок по справедливости выходит победителем в этой жизни. И она стала этим победителем, да. Она стала много зарабатывать, она получила слабую известность только потому, что родители подписали некий договор. Возможно, она и так получила слабую известность. У нее и так был талант. И нечего скрывать. Он у него был. Она действительно умела петь, она умела двигаться. Но здесь я больше вижу, двигаться умела, да. Здесь вот Паш Мечей умеет двигаться, умеет танцевать. Возможно, голоса-то не было особо. Вы уж простите меня, поклонники Жанны Фриске, да. Но родители сделали так, что она продвинулась на большую сцену. И шестерка жезлов – это победитель по жизни, который продвигается по справедливости. Но до этого ему очень тяжело в этой жизни. Так вот здесь действительно было подписание договора с темными силами. Вопрос у нас звучал по-другому. Что явилось причиной того, что Жанна заболела раком? Причиной явилась ее семья, к сожалению, да. И те двое людей – это муж и жена, это мама и отец, которые подписали договор. Они обещали своего ребенка высшим силам. И, возможно, после рождения ребенка, Паш Мечей здесь обозначает ребенка, опять-таки, да. То есть Жанна была ребенком, и Жанна родила ребенка. И по справедливости после того, как она рожает ребенка, она уходит из этого мира, да. Потому что родители обещали этого ребенка кому-то, с кем они подписали темный договор. Так вот здесь что явилось причиной того, что Жанна заболела раком? Это, конечно же, ее родители. Ее родители, которые просто отдали ее, да, после рождения ребенка. Это была действительно болезнь или нечто другое? Давайте узнаем, да, действительно ли это был рак, или это было что-то другое сверхъестественного характера. Мы уже выяснили, что это что-то сверхъестественного характера. Это не порча, это не негатив, это нечто другое. Это подписание договора с темными силами. Кто не знает, что это такое, посмотрите у меня на канале, ссылка появится где-то здесь. Как происходит подписание договора с темными силами, и что за это нужно будет отдать. Это была действительно болезнь или нечто другое сверхъестественного характера? У Жанны была действительно болезнь, то есть рак, или нечто другое сверхъестественного характера? У Жанны действительно была болезнь, или это было нечто другое сверхъестественного характера? Победитель по жизни. По справедливости опять семья, опять те же самые карты вышли, да? Нет, это не сверхъестественно. Интересно. Интересно, вышли почти все те же самые карты. Хотя я перемешала карты, и вышла только одна другая карта, да? После того, как семья подписала договор с высшими силами по справедливости, они должны были отдать Жанну после рождения ребенка, да? Да, она продвинулась в этой жизни, продвинулась на сцене, снималась в кино даже, да? В клипах они подписали этот договор, но после рождения ребенка она должна была что-то отдать. И это что-то, обратите внимание, голова перевязана, рак головного мозга, да? И это что-то, она должна была уйти по болезни. Да, это действительно была болезнь, но болезнь была не по генетике, да? Это была не порча, опять-таки, это была болезнь рукотворная, наложенная, скажем так, да, высшими силами на человека, чтобы человек ушел сам, и чтобы душу его забрать, забрать как нужно дальше. То есть родители подписали договор и знали, родители прекрасно знали, вот это меня удивляет самое, да? Самое интересное, что родители прекрасно знали, что Жанна уйдет после рождения ребенка первого, первого и последнего в своей жизни. По справедливости, почему по справедливости? Потому что они ее обещали, они подписали этот договор. Да, Жанна продвинулась на сцене, но рак головного мозга ее атаковал. Это действительно был рак, это правда. Девятка жезлов, все остановилось, все застопорилось, да, на этом раке, и все этим раком и закончилось. Соответственно, и последняя карта, карта рака, она как раз-таки и вышла. Девятка жезлов указывает на то, что что-то было у человека с головой. Голова перевязана, это рак головного мозга глиобластома, которая образовалась рукотворным путем, да, не просто организм, организм так подвел Жанну, подвели ее, ее родители, которые выходят у нее просто везде, да. Интересно. Можно ли было избежать болезни Жанны, ее смерти, да. Можно ли было избежать болезни Жанны, можно ли было избежать болезни Жанны Фриске, можно ли было избежать болезни Жанны Фриске, можно ли было избежать болезни Жанны Фриске, можно ли было избежать ее смерти. Давайте узнаем. Можно ли было избежать болезни, можно ли было избежать ее смерти. Если бы не магия, карта маг, да, нам говорит о том, что всё было уже решено давным-давно, давным-давно, звезда нам указывает на давным-давно, что если бы давным-давно кое-кто не сделал что-то с Жанной, то есть не извещал бы её высшим силам, и звезда указывает на высшие силы, то, конечно, можно было бы избежать. Но, возможно, она не стала бы такой звёздочкой. Карта звезда ещё говорит о том, что человек смотрит на звезду и думает о том, как бы мне стать такой же яркой, как бы мне стать такой же светлой и светить так же ярко день и ночь людям, да, и карта звезда говорит о том, что можно было избежать ее болезни, но она бы не светила так ярко, но зато она была бы жива, да, и зато она бы не заболела бы никогда, но ее бы никто не знал, так как знают ее сейчас, любят ее сейчас, после ее смерти. Можно было избежать ее болезни, если бы кто-то не приложил к этому руку, кто-то с помощью магии, да, с помощью черных, темных сил. Здесь не совсем магия, опять-таки, да, я договор с темными силами называю не магией, да, отчасти это, конечно же, черная магия, да, но в какой-то степени люди сами захотели этого подписания, этого договора, подписания этого договора, да, потому что обнаружили у дочери некий талант. Так вот, это скорее даже не магия, а людская глупость. Если бы не магия, если бы не людская глупость, можно было бы избежать и смерти, и, естественно, болезни, да. Заключала ли Жанна договор с темными силами? Условия этого договора у меня был следующий вопрос. Давайте еще раз изучим этот вопрос, да, посмотрим, заключала ли она сама договор с темными силами. Возможно, она перезаключала его во взрослом возрасте, и, возможно, она знала условия этого договора, да. Мы же не знаем, что там у них было. Родители точно заключали. Заключала ли сама Жанна договор с темными силами? Заключала ли сама Жанна договор с темными силами? Когда-то давно за звездочку уже кто-то заключил договор, тот, кто выше ее. Звездочка вообще здесь ни при чем, понимаете? Опять карта звезда вышла. Когда-то кто-то давным-давно, кто выше, кто старше ее, заключил за нее договор. Звездочка ни при чем. Она сидела и смотрела, как за нее это кто-то сделал. Заключала ли сама Жанна? Нет. Каковы были условия договора, которые заключили родители за Жанну? Каковы были условия темного договора, которые родители заключили за Жанну? Она же могла не рожать, да, наверное, и, собственно говоря, не умирать. Каковы были условия темного договора, которые родители заключили за Жанну? Каковы были условия темного договора? Карты выходят одни и те же. одни и те же, но манижа, хочется сказать, перемешивай, не перемешивай эти карты, одни и те же карты выходят, и вот они вот как-то вываливаются, просто сами понимаете. Родишь ребёнка, и всё, и сразу тебя атакует болезнь, сразу головные боли, сразу болезнь, именно вот с головой почему-то связано, да, сразу стагнация, девятка, сразу стагнируешь, сразу стагнируешь и уходишь в никуда, то есть умираешь, да, после рождения Пажа. Паж мечеет, во-первых, и мальчик, мальчик, возможно, воздушного знака, зодиака, да, но не факт, да, здесь как бы необязательный знак зодиака, да, тут после рождения ребёнка у тебя начинает болеть голова, и у тебя что-то происходит с головой, ты уходишь, ты уходишь в никуда, ты уходишь за бытьём, скажем так, да, или просто умираешь по-нашему. Заключала ли сама Жанна договор? Нет, условия этого договора, после рождения ребёнка тёмные силы забирают человека, забирают человека, у которого начинает болеть голова, именно с головой, голова перевязана. Обратите внимание, ещё раз показываю тем, кто не увидел. Отношения Жанны с её отцом, Владимиром Копыловым. Какие были отношения у Жанны Фриске? Какими были отношения Жанны Фриске? Какими были отношения Жанны Фриске с её отцом, Владимиром Копыловым? Какими были отношения Жанны Фриске с её отцом? Я поняла, сейчас расскажу вам, друзья. Вытащу сразу все шесть карт, хорошо? Очень далёкие, очень холодные. Рассказываю, друзья мои. Да, Жанна сама по себе очень чувственная девочка, как я уже сказала, готова прийти на помощь, да, от уступков. Вот от неё я вижу решение каких-то вопросов, решение каких-то проблем своих друзей. Она всегда могла прийти на выручку, она всегда могла успокоить, она могла принять человека, в каком бы состоянии ни было, она могла им помочь. Она могла протянуть руку помощи, что-то дать, возможно, как-то даже дать взаймы, да, а потом эти деньги не надо возвращать. Ну, вот какой-то такой человек, да, просердечный, простосердечный, человек любимый всеми, любимый, кубок, да, кубок – это чувства, эмоции, я говорю, возможно, водного взгляка человек, но человек не чувствовал по четвёрке мечей, не чувствовал никогда никакой теплоты от отца. Мы же про отца сейчас говорим, да, про отношения Жанны с её отцом. Сама ты же, она была чувственная, она хотела таких же чувств и эмоций от отца. Но отец лишь притворялся. Девятка Пентаклей. Я притворяюсь перед тобой, да, опять магия здесь связана. Я на себя наложил магию, я подписал тёмный договор с тёмными силами, да, и я буду тебя принимать только, если ты будешь мне что-то давать. То есть у отца были такие меркантильные интересы, меркантильные интересы в Жанне. Кто бы как ни относился сейчас к Владимиру Копылову, да, я вот говорю, как есть, подстраивание, не микрия. Я притворяюсь, что мне всё нравится в тебе только для того, чтобы ты давала мне какие-то ресурсы по карте МАП, да. Я же не зря заключила договор с тёмными силами, я же не зря воспользовалась магией. В магии я воспользовался только для того, чтобы тянуть с себя какие-то ресурсы. А сам по себе он был человеком достаточно холодным для неё, да. Карта Звезда и карта Отшелья говорит о том, что они могли подолгу молчать, не разговаривать, возможно, в какой-то ссоре, да, как-то ссорились из-за того, что вот он был очень холодным, отстранённым. Карта Звезда опять выходит, да, холодный, отстранённый человек. И карта Отшелья, и карта Одиночества. Одиночество и холод были между ними. Они могли подолгу не общаться, не разговаривать, друг к другу, возможно, не приезжать, не заезжать, но он притворялся, что всё замечательно, что всё хорошо. Я притворяюсь только для того, потому что мне нужны от себя ресурсы. Почему ресурсы? Потому что карта Пентакли. Карта Пентакли, ресурсы, деньги, почему-то для него всегда были очень важны для Копылова. И я же не зря заключала договор. Давай мне эти ресурсы. Какое общение, какое отношение. Жанна вот посерединке Тускуков, это прям её карта, я прям чувствую. Она хотела любви, она хотела взаимопонимания не между родителями, но конкретно между отцом. Прослеживается здесь именно между отцом, между ней какая-то такая холодная связь, прерывистая, когда они могли подолгу не общаться. Вот об этом здесь речь. Возможно, отец и был инициатором того, чтобы подписать этот договор, чтобы заключить его, чтобы в какой-то степени дочка жила счастливой и была знаменитой, известной, но в какой-то степени он хотел для себя денег, когда дочь вырастет, она мне поможет с финансами, для чего же нужны дети тогда, если не помогать родителям. Вот так думал и думает до сих пор Владимир Копылов. Второй персонаж данной истории это Дмитрий Шепелев. Это неофициальный жанр Фриске, от которого, соответственно, и родился ребёнок, которого назвали Платон. Характеристика личности Дмитрия Шепелева. Давайте узнаем. Характеристика личности Дмитрия Шепелева. Характеристика личности Дмитрия Шепелева. Характеристика личности Дмитрия Шепелева. Что это за человек такой? Я прям перевернулась. Карта сама. Манипулятор, да, но здесь в данном случае маг выступает у нас не магом, не волшебником. Здесь карта маг, это у нас манипулятор между характеристикой личности. С вами все-таки смотрим, да, манипулятор, владеющий всеми четвернями стихиями. Манипулятор, который может подчинить себе своему слову любого человека. А такой была как раз Жанна Фейски. Она ему поверила, да. Человек, который лжет на каждом шагу, которому как ни странно верят человек, который привык быть абьюзером, возможно, в каком-то слове, да, в какой-то степени этого слова. Тираном, возможно, да, в какой-то степени этого слова. И здесь мое слово закон, да. Карта маг вообще именно в колоде черной воды попахивает нарциссическим расстройством личности. Почему? Потому что именно здесь ты должна меня подчиняться, ты должна меня любить, подчиняться, должно быть так, как я скажу впоследствии, да. Последнее мое слово – это закон. И, соответственно, другого слова в доме быть не должно. Возможно, у этого человека, я имею в виду, Дмитрия, в детстве был такой же отец или такая же мать, что, скорее всего, да, почему он так относился к женщинам, всю свою жизнь не относится именно к женщинам, потому что он чувствует, что его когда-то в далеком детстве, возможно, подавляли. Подавляло, возможно, материнское слово, возможно, что-то другое женское слово. И он хочет подавить в этой жизни женщин. Женщин, которые младше, старше, его неважно. Но главное, чтобы его слово было законом. Так вот, карта грамотного манипулятора – это как раз Дмитрий Шепелев. Это характеристика его личности. Любил ли он Жанну на самом деле? Давайте посмотрим. Любил ли Дмитрий Шепелев на самом деле Жанну Фриске? Любил ли Дмитрий Шепелев на самом деле Жанну Фриске? Любил ли Дмитрий Шепелев на самом деле Жанну Фриске? Работал над тем, чтобы полюбить. Любовь пришла не сразу. Любовь пришла как-то неправильно. Опять скажу, что неправильно. Неправильная любовь. Почему? Потому что не сразу ее полюбил. Мне пришлось ее полюбить. Мне пришлось полюбить за что? За деньги. Восьмерка Пентакли. Чеканю свою любовь, потому что нужны деньги. И неправильно поступаю. Я понимаю, что я поступаю неправильно. Мне приходится любить этого человека. Потому что деньги. Целуйте мою ручку. Деньги. Я денежкам поцелую их руки. Если бы у денег были руки, я бы эти деньги просто расцеловал в их руки, скажем так. Ну, то есть Дмитрий – это тоже человек, который любил и любит денежки. Ну, конечно, ну, конечно, тут вообще, тут одни пентакли, понимаете, дьявол еще, ну, все понятно. Любил ли на самом деле Жанну Фриске? Да нет, конечно, мне пришлось ее любить. И вообще было что-то неправильное в моей любви, наверное, потому что я любил ее и пытался полюбить ради денег. Так, пытается полюбить любовь, пытается полюбить неправильно что-то, неправильно почему? Потому что нужны на самом деле деньги королевы пентаклей. Королева пентаклей – женщина, у которой есть деньги, а у Жанны, как мы знаем, эти деньги были. И дьявол – это привязанность, аддикция. Аддикция и привязанность к чему? Ну, не к человеку же, правильно, а к деньгам. К ее деньгам аддикция и привязанность, и поэтому мне приходится ее полюбить. Понимаете, о чем речь? Действительно ли Шепелев изменял Жанне Фриске, пока та боролась за жизнь? Я даже не удивлюсь, если да, потому что здесь любви никакой нет, ей даже не пахнет. Не пахнет даже тем, что ты вот мне нравишься как человек. Тут нет такого, да? Действительно ли Дмитрий Шепелев изменял Жанне Фриске, пока та боролась за жизнь? Действительно ли Дмитрий Шепелев изменял Жанне Фриске? Я ходил по бабам, можно так сказать, да, по-другому назвать это не могу. Карты Солнца, ой, я тебе почитаю стихи, ой, ты моя хорошая. Это эгоист, эгоист жуткий просто, карта Солнца, карта эгоизма. Я перед тобой паду на колени, паду на колени, простите, рассказываю тебе какие-то страсти, какие-то стихи, да, только чтобы ты мне поверила. Вот по женщинам он ходок был, конечно, и, возможно, до сих пор, да, ходит. Я не знаю, возможно, он остепенился сейчас, по-моему, у него есть жена, насколько я знаю, и он счастлив в браке, но здесь он был ходок по бабам, конечно, тот еще, да, карта Солнца, карта эгоиста, карта человека, который любит рассказать красиво, любит спеть, станцевать, и это так не буквально, да, и рассказать какое-то красивое стихотворение, подарить цветы, бросить все к ногам женщины, ну, для того, чтобы она просто ему отдалась на пару-тройку раз, да. Ну, а если женщина еще и выгодна и при деньгах, то это вообще просто самый цимус. Вот такой вот персонаж Дмитрий Шепелев, да, действительно ли он изменял, да, конечно, менял физически, ментально он был не Жанной, возможно, он помогал Жанне, конечно, да, потому что нужны были деньги, нужно было наследство, которое он вполне возможно получил, мы сейчас это узнаем, но, конечно же, ему нужны были красивые женщины, А Жанна в последние годы, ну, выглядела, выглядела, мягко говоря, не очень просто, потому что человек был голен, да, ну, а здесь ему нужна была физическая какая-то услада для его глаз. Если человек, мужчина, не любит женщину, ну, а как вы думаете, да, будет ли он ей изменять? Ну, конечно. Получил ли Шепелев какие-либо деньги после смерти Жанны, которые ему не полагались? Получил ли Шепелев, ну, или полагались, как законному мужу, да, ну, по-моему, они, насколько я знаю, в браке так и не состояли, так и не зарегистрировались. Вот если вы знаете, что они были в законном браке, состояли в законном браке, напишите мне, пожалуйста, потому что я не знаю. Получил ли Шепелев какие-либо деньги после смерти Жанны, которые ему не полагались? Хорошо, давайте посмотрим те, которые ему не полагались. Получил ли Шепелев какие-либо деньги, которые ему не полагались? Так Опять этот Мак Мак все разрушил Зараза такая Мак все разрушил, зараза такая Он хотел, конечно, взять побольше И он уже был на пороге того, чтобы взять то, что ему Как он думал, причитается Сынерка Пентаклина Ему просто плюнули в лицо И Мак все разрушил Он тут скорее не Мак, тут скорее отец, который заключил договор с темными силами И которому на самом деле полагались деньги Жанны Все разрушил Я-то хотел вот-вот уже их получить Говорит Шепелев Но денежка мне досталась вообще маленькая Паш Пентаклий Маленькая денежка мне досталась Потому что не получилось обмануть всех Не получилось всех обмануть Здесь какой-то Мак и какая-то королева мечей Мак, я подозреваю, что скорее всего Это отец Тот же самый Владимир Копылов Который был связан вот с этим темным договором С этой темной магией Который имел у себя на руках все четыре стихии То есть имел полное право претендовать на наследство дочери И женщина Ну может быть это скорее всего мама или сестра Жанны Потому что женщину здесь я вижу молодую Королеву мечей Старый маг и молодая королева мечей А возможно сестра Жанны Так вот не удалось мне их обмануть И поэтому я получил маленькую долю того Что на самом деле хотел урвать Мне просто плюнули в лицо И разрушили все мои планы Да, Дмитрий Шепелев получил какую-то денежку Но если бы он мог получить больше Он конечно хотел Но не получил Потому что помешали двое В этой истории есть еще двое Кто не дали получить заслуженную, так сказать, награду Заслуженное наследство Как думает Дмитрий Шепелев Третья ключевая фигура в этом раскладе И во всем этом деле Это Владимир Копылов Отец Жанны Ну или Владимир Фриске Как его называют Но если вы знаете Фриске это псевдоним Не то чтобы псевдоним Это фамилия бабушки Насколько я знаю Жанны Фриске Итак Характеристика личности Владимира Копылова Отца Жанны Характеристика личности Владимира Копылова Отца Жанны Маг у нас просто каждый раз выходит Обратите внимание Сколько здесь магии Сколько здесь мужской ключевой фигуры Скорее всего отца Потому что у меня есть именно отец Который влиял на жизнь дочери Всю ее жизнь Владимир Копылов Характеристика личности Что это за человек такой Что за человек такой Владимир Копылов Ну вот он как раз Вот она как раз Справедливость Справедливый человек Хочется сказать Но в колоде черной воды Он к сожалению Справедливым не является Потому что это колода темная Это колода девиантная Точно так же как девиантная Наша колода в безумной луне И здесь человек держит чашу весов А нож он втыкает в престол В свой трон Ножом он не пользуется Почему? Потому что ему дают Очень хорошие взятки И преступники И люди которые Люди которые не заслуживают наказания Они все получают одинаково Равно по шапке как говорится Почему? Потому что дают хорошо на лапу Так вот Справедливость здесь Очень интересная Коррупционная Справедливость здесь Та, которой дали побольше И конечно же Справедливость здесь Свой нож не используют Обратите внимание Она втыкает его в свой трон И на руках у нее только чаши весов Кому дать поменьше Кому дать побольше Если мне кто даст побольше денег Я соответственно буду с тем добрее Если мне кто даст поменьше Я соответственно буду Не так добра к этому человеку Но здесь в общем Коррупционная справедливость Коррупционный суд И по характеристике личности Как я уже сказала Владимир Коплов Тот человек Который очень любит ресурсы И если он с этого человека С определенного человека Получает определенные ресурсы Которые он хочет И хотел бы получить То конечно человек У него в приоритете Если он не получает ничего Или получает мало То человек Остается неудел Но тем не менее Руки свои Марать он не будет И он никогда не скажет Человеку правду в лицо Человек Который очень хитер Если он действительно Ненавидит человека То он конечно же Ему это выскажет Но если человек Для него будет Когда-то нужен Важен То он будет Увиливать Как уши на сковородке И никогда не скажет Правду Вот такая несправедливая Справедливость У нас здесь вышла Это характеристика Личности Владимира Копылова Отца Жанны А вот второй вопрос Интересно Люди тогда задавали его Правда ли что деньги Которые семья Жанны Собирали для ее лечения Уходили на лечение Жанны Мне вот это интересно Лечили ли вообще Жанну нормально Можно ли было ее спасти Традиционным способом Хотя если там Замешана магия То конечно Спасти ее традиционным способом Ее было нельзя Правда ли что деньги Которые Семья Жанны Собирала для ее лечения Уходили на лечение Жанны Правда ли Что деньги Которые семья Жанны Собирала для ее лечения Уходили на лечение Жанны Правда ли что деньги Для лечения Жанны Уходили на лечение Жанны Разбережался всем Король Жезлов Король Жезлов Втроем распоряжались Во-первых Сейчас секундочку Друзья 50 на 50 Объясню Король воды Некий король Жезлов Человек Огненного знака Зодиака Или просто очень эмоциональный Темпераментный человек Человек Глава в семье Глава в доме Глава почему Потому что шестерка Жезлов Глава в доме Глава некий король Жезлов Использовал данные деньги Так как он считает нужным Возможно опять-таки Это был Владимир Копылов Отец Я использую деньги Так как мне нужно Девятка кубков Карта жадности Ресурсы Ресурсы А здесь именно ресурсы Показаны по девятке кубков Да Я использую так Как мне необходимо Потому что я глава в доме Я глава семейства И эти деньги Уходили Да В лавины на лечение Умеренность Это все-таки Связано с медициной Да у нас Умеренность это лечение Умеренность это переливание крови Умеренность это капельницы Какие-то Да здесь вода у нас И переливание Из пустого в порожье Но Умеренность здесь Такая двоякая Это медицина Которая не приносит Результаты Возможно уколы Были дешевле того Что на самом деле Требовалось Да Возможно капельницы Были более дешевые Какие-то не очень эффективные Ну потому что Просто не хотелось Тратить больше денег Чем того полагается Да Потому что Жанна Все равно уйдет И он это прекрасно знал Она все равно уйдет Все равно кровь останется На моих пальцах Так зачем же Тратить больше Чем нужно Поэтому медицина Была такая Двоякая В основном Все уходило На погулять Да И тратили Это три человека Втроем Тройка кубков Временно погулять Скажем так Да Как бы это ужасно Не звучало Вроде твои родственники Но иногда родственники Бывают хуже врагов И как бы он там не плакал Как бы он там не говорил Что Жанна там моя дочь Которую я всегда буду любить Я очень по ней скучаю Но вот как оно есть Так и говорю Друзья Здесь медицина была Какая-то недорогостоящая В основном все деньги Уходили на Развлечения Развлечения какого характера Вот это вот Понять не могу Просто развлечения Да Почему Копылов ненавидит Шепелева Почему Владимир Копылов Ненавидит Дмитрия Шепелева Он не раз об этом заявлял И в лицо ему говорил Ну как в лицо По экрану телевизора Да В интервью Почему Копылов Почему Владимир Копылов Ненавидит Дмитрия Шепелева Почему Владимир Копылов Почему Владимир Копылов Ненавидит Дмитрия Шепелева Последний вопрос тут спор из-за денег да мнение спор из-за денег тут дело в том что дату деньги деньги всему вино естественно да если бы не деньги если бы там дмитрий спокойно ушел и и не хотел никаких денег соответственно все было бы нормально но тут такое ощущение что не раз все начиналось по новой колесо фортуны и дурак говорит о заново начавшимся деле ценово открывшимся деле какой-то спор возможно судебный какой-то спор какие-то бумаги да какой-то судебный спор который начинался не раз из-за денег из-за того что дмитрий получил ману малую часть и не получил на самом деле как он считает то что ему причитается девятка пентаклей мимикрия карта обман не получил то что причитается мне а получил какую-то малую толику того что есть вообще в семье и что осталось от жанны мне плюнули в лицо поэтому я буду спорить я буду продолжать суд судебные заседания возможно он сейчас не продолжает возможно это было когда-то возобновлялось когда-то несколько раз это возобновляется под руку заново и заново и вот эти судебные заседания где дмитрий просит вернуть его вот они всполошили владимира копылова да как это он хочет отнять мои деньги потому что обоим нужны деньги что дмитрию что владимиру как я не жалко как не странно да как не ужасно и как не прискорбно говорить но здесь не жанну вспоминают в основном да участники этого процесса родственники и все остальные люди которые находились вокруг жанны но в основном все вспоминают ее деньги вот такая вот непростая история друзья мои если у вас есть какие-то вопросы комментарии к этому видео пожалуйста пишите видео получилось достаточно грустным потому что как я понимаю жанна ничего не знала о своей судьбе и все за нее решили тогда когда она была маленькой на самом деле она была доброй хрупкой девочкой статуеточкой которая просто хотела любви но что-то неправильное началось уже с ее детства она хотела любви она хотела родить ребенка что-то пошло не так и пошло не так по вине ее отца самый казалось бы любимый мужчина в ее жизни это отец должен был ее уберечь но вот так не случилось и не получилось к сожалению друзья мои вот такая грустная история пишите пожалуйста в комментариях очень вас люблю очень жду всегда ваши лайки и комментарии заглядывайте к нам на закрытый канал напоминаю что у нас есть канал а юрий шапанове отдельно закрытый канал а он стоит всего 299 рублей вы платите единожды и больше вы ничего за этот канал не платите видео там также будут выходить регулярно те видео которые нельзя пропускать на youtube канале я вас очень люблю друзья мои до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok и субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...